Всем доброго дня! С вами компания Печной Мир. Все знают нас как со стороны строительства печей, магазина, материалов, печников, но также мы занимаемся столярным направлением. Сегодня Игорь Страдымов снял видео про нас. Это блогер, столер, видео со съемками в городе Красноярске. И рассказал о нашей компании, чем мы занимаемся, какие материалы продаем. Так что прошу любить и жаловать, Игорь сейчас расскажет про нас. А начну я свой обзор с противоречия, не поддающегося никакой логике. С одной стороны компания с характерным названием Печной Мир, а с другой стороны самый большой ассортимент твердолиственных пород древесины в Красноярске. Когда три года назад я узнал, что Печной Мир привез в наш город дуб, ясень, бук, первая мысль была, что ребята привезли элитные дрова для своих печей. Типа на местной березе их печки не работают. Какие-то очередные выскочки, подумал я тогда. Подергаются пару месяцев и вылетят с рынка, как пробка. Многие столярки в то время тоже весьма скептически отнеслись к появлению нового игрока на рынке. Но эти ребята сделали невероятное. Они не только задержались в Красноярске, но и за три года стали лидерами в сегменте пиломатериалов из ясеня, бука и дуба. Как им это удалось? За счет чего они собрали вокруг себя красноярских столяров? Мастер-столяр, приходя к нам, попадал не куда-то, на строительную площадку или ангар. Он попадал в магазин, где его радушно встречали, рассказывали о нашей программе лояльности. Потом менеджер чуть ли не за ручку проводил склад. Теплый, хороший, освещенный склад. А главное то, что мастер сам себе выбирает доску. То есть ему понравилось вот это, он ее и взял. Мы не втюхиваем, что не нужно нам. А мы даем то, что нужно конкретно столяру под определенные изделия. В спечном мире можно выбрать ту доску из штабеля, которая вам нравится. При этом цена останется прежней. Вам не накрутят дополнительно 10% к ее стоимости. Кроме привычных уже пород, дуб, ясень, бук, в компании представлены более редкие породы древесины. Грецкий орех, мореный дуб, американский орех, липа. Экзотика. Экзотика в Красноярске есть только в компании Печной Мир. Амарант, бубинго, венге, зебрано. Экзотика хорошо идет на ставки. Интеграция небольшого количества заморских пород в обычное изделие, из березы, например, резко повышает его ценность в глазах заказчика. А где высокая ценность, там проще поставить высокую цену. На моих глазах стойлер Самоделкин сейчас спросил у продавца Печного Мира, могут ли они отрезать ему совсем чуть-чуть экзотики, ну хотя бы сантиметров 30. Да хоть 20, ответил представитель компании. А вы такие добрые, это потому что я сейчас тут с камерой бегаю? Да нет, почему. Это обычный стандартный сервис по отборке древесины для клиента. В Печном Мире действует бонусная система, настоящая, прям как в Командоре или Красном Яре, с пластиковыми картами. Среди продавцов материала для столярок я такого еще не встречал. Карта именная, 5% от суммы купленных товаров возвращается на бонусную карту. Накопил человек тысячу бонусных банков, это тысяча бонусных рублей. Он пришел, выбрал себе товар на эту сумму, и мы эти баллы списали. И у него, соответственно, ни копейки не взяли. Для иногородних покупателей в компании внедрен дистанционный подбор материала. Сначала ребята выясняют, какая нужна порода, размер, объем материала. Потом идут на склад, собирают заказ, снимают все на фото и отправляют заказчику. Когда тот говорит, что все окей, производится оплата и доставка транспортной компании. Из Красноярска отправляли даже в Курск и Воронеж. Я еще подумал, у них что там, своего дуба нет. Для межгорода делают дополнительную усиленную упаковку, надежно защищающую доску от повреждений. Как почему я иду сюда? Потому что тут выбора досок. Вот я занимаюсь столярным делом, делаю торцовые доски, менажницы потихонечку. А когда еще станки супер, то вообще работать одно удовольствие. Некоторые красноярские столяры приезжают в печной мир со своими чертежами и эскизами. Здесь им могут помочь рассчитать нужное количество пиломатериала, чтобы не переплачивать за лишнее. Бывали даже случаи, когда деталировку изделий делали прямо на складе. Это очень удобно. Все ребята в компании общительные и доброжелательные. Некоторые могут поделиться лайфхаками технологии обработки дерева. Подскажут, что лучше покрывать маслом, а что лаком. Знают даже, что произойдет, если канадский дуб отшлифовать трехсотым абразивом. Кроме пиломатериала, в компании можно приобрести мебельный щит и лакокрасочные материалы. Масла, пропитки, именно для столярных работ. Ну и конечно, любители изготавливать мебель в стиле ловт, найдут здесь слэбы и смолу. В спичном мире втариваются и известные столярные ютуб-блогеры, в том числе миллионники. Да-да, в Красноярске есть и такие. А еще я сегодня первый раз в жизни прикоснулся к мореному тысячелетнему дубу. Мебель с историей в тысячу лет. Звучит как минимум на миллион. Мы ежегодно проводим День столяра 28 августа. Едим вкусную еду, устраиваем различные конкурсы и обучение по разным видам материалов. Также мы предоставляем возможность столярам размещать свои изделия у нас в магазине. Отлично идут разделочные доски, минажницы, поскольку мы реализуем чугунную посуду. И все это в сезон заходит на ура.